всем привет что это такое спросите вы что это за существо пам-пам-парам пам-пам-парам бокс это бочка я человек бочка так ладно поиграл я вчера три часика стоило мне поиграть не на запись а просто расслабиться так все уже все вверх ногами во первых вы видите как я и говорил вчера что я изменю своего героя вот я изменю характеристики использовал засуд души я вам уже показывал когда использовались ничего нового нет то есть жизни мы качаем до 50 лео потому что до 20 прибавляется по 30 жизни до 50 по 20 жизни но уже сверху 50 на полу по 2 жизни столько это 20 до подыши пока не трогал ученых чтобы ячейки были в страну мало ученых силу 18 ловкость это мне нужно для меча интеллект до 50 тоже выше 50 смысл принципе нету практически какого вот так вот далее все потом достал я меч это один самых уникальных мечей нет это самый уникальный меч в игре в чем его уникальность это единственное оружие которое убьет только магической атакой изначально вот типа такого меча это еще можно увидеть вон там мужик сидит до возле статуи помните и не такой же меч но у него там другой меньше него подделка то есть если вы убьете и заберете меньше это другой будет меч это подделка это настоящий меч как и где его взять до помните мы убивали последний раз и предпоследний раз паука до большого паука так вот я потом использую уголь вражды в этой локации и убиваю опять этого паука босса на нг плюс получаю вместо одной полу две души там получается выпадает душа древнего дракона эту душу мы обмениваем он голубя помните девушка голову обмениваем на это оружие вот так вот видите показатель а если зачаровал на магазине потому что если мы не зачаровываем на магию у него показатель будет у видите вот от магии от интеллекта показатель а но если мы зачаровываем у него будут немножко спалет атака но показатель будет из-то есть любом случае если у вас интеллект 50 то стоит зачаровать это оружие на магию токи смотрите у меня получается двадцать тридцать одинすごい урон, это еще не полный урон. То есть мне еще нужно делать 2 апгрейда, там примерно будет 280 полный урон. Еще плюс 227 идет у меня скалирование. 227. Заметьте, я говорил, что это меч уникальный, да, ему можно разные интересные зачарования делать. Например, в любой момент я могу зачаровать его чарами, и что же будет? Весь магический урон перейдет физически. То есть я могу в любой момент сделать из этого меча физ урон примерно там 480 или даже 500. Попробовать можно 500 набрать. Но 480 будет точно. Вот такие вот пироги. Далее, смотрите, я вот немного приоделся. Опять же, я вам говорил, что сначала я сказал, что я буду качаться в силу, да, потому что я думал, что у меня будет оружие на силу. Я смотрел вот этот вот, разные топоры, я думал, долго-долго думал. Вот этот топор смотрел. Но мне не нравилось одно, что он очень медленный. Смотрите, я ударяю и спиной, видите, долго стою. Ударил, стою спиной. Я вчера так угорал в этих ПВПшках, где железная цитотель, там мост, всякие разные там раскачки пробовал. То есть там уже убивали, а я уже даже не обращал внимания, потому что я говорил, запинкал, я уже не отношусь к этому серьезно, да. И разные раскачки, разное оружие пробовал. Но вот это, да, самое медленное. Мне ни разу не сделали бэкстеп, то есть со спины, но я сам видел, что были возможности. То есть я ударял, да, и спина была все время открытая. Ну, короче говоря, мне не понравилось это оружие вообще никак. Потом я думал, какое же оружие и нашел вот это. А почему бы нет? Возьмем уникальное оружие и именно в одной руке. То есть, видите, я ударил, да, все. Нормально, можно уйти. Именно в одной руке. Я могу взять две руки, он будет сильнее бить, но мне хочется именно одной. 320, видите? То есть, заметьте, он всем один и тот же урон наносит. 320. А? 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 Как вам? 320. То есть, грубо говоря, получается у всех одинаковое сопротивление магии здесь. Ну-ка, ну если мы двумя руками, конечно, будет посильнее. Атака. Опа, 404, да. Плюс 60. Я подумал, может потом я буду двумя... Ну, нет, давайте мы не будем двумя, пускай у меня лучше будет хорошая скорость. И более, не забывайте, что когда вы бьете одной рукой, да, атака будет послабее, но зато скорость будет гораздо выше, и вы сможете сделать больше ударов. То есть, одной рукой я могу сделать 5 ударов. Так. Что же у нас дальше, да? Ну, дальше я начал... Это... Ну, видите, этот меч магический, то есть, у него идет скалирование от интеллекта. Ну, и я, само собой, начал собираться в интеллект тоже. То есть, прокачал интеллект до 50, да? А интеллект это у нас, получается, заклинание вовшество. Вот, собственно говоря, я его использую. Во-первых, это хамелеон. Забавная вещь. Я не знаю, почему я ее так редко использую. Мне очень нравится использовать, когда помогаешь кому-нибудь. То есть, тебя вызывает, ты превращаешься в какой-нибудь ящик и ползаешь. Это так забавно. Кто бы узнал, что здесь лежит ящик? Никто бы никогда не узнал. Никто в жизни не узнает. Опа. Ну, и вот это. То есть, я пока еще магией не заморачивался, тем более, у меня посох самый дешевый. Когда я в прошлый раз играл, я говорил, что я собирал самые сильные виды оружия, да? Поэтому есть, например, для волшебства есть самый лучший посох для волшебства. Тем более, с моей прибавкой, да? С таким скалированием. Для, например, для порчи есть посох порчи, да? Самый лучший. Для молний, да? Для чудес есть, вот, я говорю, драконий колокольчик и так далее. Ну, все это мы все обсудили, да? Посох обычный, который начальный. Я потом уже найду другой. Про одежду, да? Я, опять же, решил собрать одежду всю. Ну, легкие доспехи, да? То есть, тряпку, которая имеет эффекты. Пока я сделал так. Во-первых, я собрал перчатку шута, да? Эта перчатка увеличивает количество душ на 10% получаемых. Есть еще такая же перчатка, типа, тоже увеличивает на 10%. Но больше 10% еще не видел. Пока временно я одел одеяние шута. Именно это одеяние, да? Вот эта куртка, она запрещает проводить бэкстепы, да? То есть, сильные удары со спины. Но я не знаю, как именно это работает. То есть, или вообще запрещает, или именно запрещает какой-нибудь там критический удар. Это нужно проверить. Если она плохо будет работать, я смогу одеть куртку, которая тоже дает мне 10% от душ. То есть, получается, 10% и будет 20% в итоге. Потом, шапку я уже знаю какую. Ботинки я пока подумаю. Шапку я одену, там тоже связано с магией. Там плюс 3 интеллекта и увеличивает скорость кастования. Немножко. Далее, смотрите, что я хотел вам еще сказать. Впервые я вступил в ковенант братья... Ой, какой братья крови, Господи Иисусе, что я несу? Вызывайте милицию. Пилигримы, да? Я, само собой, знал, что это такое, что это за ковенант. Но ни разу не вступал, потому что мне не было интереса. Тем более, там в основном нужна магия порчи, да? И вступил, знаете, мне очень понравилось. Давайте для начала скажу, как туда нужно вступить. Для начала нам нужно встретить мужика того в трех местах. Первое место. Идем вот сюда, вот, темные руины. Помните, где я там пробегал и падал в дырку. Там был такой алтарь и мужик сидел, да? В инвалидном кресле. Ну, куча в кресле сидел, в обычном кресле. Это первое место. Вы с ним говорите, он говорит там, что бла-бла-бла, все. Второе место. Второе место у нас, вот, замок Дранглика. Дранглик. Смотрите, кстати, я тогда не заметил, я вам не показал. Давайте я покажу сейчас. Нет, я не туда телепортировался. Нам нужно было на первый костер. Так, переходим на первый костер. Интересная фишка, которую я в прошлый раз не заметил, когда я проходил. А сейчас заметил. Молодцы, кстати, разработчики. Помните, когда я убивал всех, да? Вроде казалось, убил всех мутантов, убил стражей руин. Посмотрев эту комнату, она пустая. Блин. Да, останет меня. Нет, она не пустая. Здесь есть проход, видите, да? Здесь можно провалиться. Кстати, здесь еще и два прохода. О, здесь еще и костер, оказывается, если я не знал, что здесь есть костер. Ну, тем более. Видите? Здесь можно было провалиться, она сюда не пройдет. Вот такие вот дела. Так, обновить мы не сможем, но это уже не важно. Вот проваливаемся, и вот во второй двери, да, мы видим этого мужика. Второй раз. Вот он. Третий раз, это уже в расщелине. Блин, я, наверное, не смогу вам показать. Дайте мне телепортироваться. Я просто показываю, что вам было полезно. Опять же, этот комбинант, чем он отличается от других? Тем, что ему не нужен онлайн вобще. То есть, это весь оффлайн комбинант. И вот, черная расщелина. Помните, мы здесь были? Давайте я вам даже покажу, как все это делается. То есть, делаем так. Например, в идеале, я вам советую зажечь факел. Можно было от костра, да, но я мажор, сами понимаете, миллионер, миллиардер. Очень осторожно надо. Подходим между двумя этими червями. Здесь у нас спуски есть. Аккуратненько спрыгиваем. А, сейчас эта дура за мной пойдет. Так, где эта дура? Ладно, я пошла. Смотрите, когда мы сейчас прыгиваем, да, здесь будет закрытая дверь. Потому что здесь нужен камень, да? Ой, ключ. Камень, господи сути. Как получаем ключ? Помните, я вам говорил про самые сильные доспехи? Мы с вами, это, возьмем их. Именно с вами. Потом спускаемся еще ниже. Больно. О, вот она эта тварь. На тебя магическим уроном. Ай, о ней, видите, уже все. Здесь будут два великана. Блин, надо будет заново, наверное, их убивать. Видите, это плохо, конечно. Тут, когда я пришел, было два великана, вы убиваете, вам выпадает ключ. Блин, ну да. Вообще, их легче всего убивать именно из лука, да, отравленными стрелами или просто какими-нибудь дротиками отравленными. Так, у меня кольцо. Есть жизни? Убивайте, ближний бою, конечно, сложновато будет убивать. Какой он бешеный-то. Сколько он ударов делает? О, красавчик, Вайся, вообще. Вы видите, я прокачал себе хп, у меня еще 2000 хп. Потом, когда мы найдем третье кольцо дракона, будет примерно где-то 2200 хп. Ну, мы их убьем, давайте опять, да, я вам покажу как. Ну, опять же, еще раз говорю, убивайте из лука, вы можете убить даже на первом левеле из лука. Самое главное, просто отравляйте, и он пускай подыхает. Так вот, здесь у нас будут два великана. Я знаю про этих великанов уже давно, и в прошлый раз, когда я проходил, тоже собирал. В прошлый раз я пробовал, собирал именно полный сет, этот вот, самый сильный. Но мне потом не понравился именно за своей скоростью, скорость ужасная просто. Так, ну, давайте я к нему все-таки попробуем убить. Блин, видите, я не могу даже попасть. Если я сейчас возьму лук, да, то вы ничего не увидите, потому что у меня будет темно. Хотя, подождите, а можно сделать вот так вот, можно взять лук в эту руку. Мы так и сделаем. Остань от меня, дебил. Мы возьмем руку в одну, ой, лук в одну руку, и при этом мы не будем целиться. Вот так, и вот так. То есть, я не буду увеличение ставить. Попробуем так. Нельзя, блин. Ладно, тогда будем делать так. Ладно, давайте сейчас убьем по-нормальному, по-человеческому. Для этого делается следующее, да, просто берем любой лук, неважно какой. Самый бомжуский можно взять, например, вот сюда вот. Все, беру в руки. Опа, все, и убиваем. Блин, он останет меня, дебил. Опа, больно. Можно, это, стрельнуть 4 раза и больше не стрелять, но я не хочу ждать, я хочу быстрее его убить. Давайте поэтому продамажим немножечко. Вот видите, мучается, мучается. Можно будет попробовать уже убить одного с руки. Давайте убьем его быстрее. Все. Так, а второго давайте попробуем убить все руки. Для этого мы сделаем следующее. Опять вернем наш посох и наше оружие, да? Где ты, мой друг? Друг, мой друг! Друг! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Вы видите, какой у него диапазон атаки хороший. Что ж это такое зоо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Так, осторожно, так, где выход вообще? Вот он, выход. Ладно, давайте сейчас быстренько убьем это чудо-юдо. Если отхилились, просто я потерялся немного. Блин, как же он бьёт так со спины-то, мразь? Нет, это уже опасно. Вот видите, как рулят хп? Ой, как рулят! Я уже говорил, что в этой игре, видите, защита, она очень слабо помогает, вообще, дефает очень слабо. Да блин, ты хоть где-нибудь не можешь попадать? Но это нереально, смотри, со всех сторон попадает, мразь, вообще. Тварь тупая. Ну бы просто было реально опять ядом застрелять его. Сдохни уже, сдохни. Вот, когда вы убиваете именно двоих, да, вам дают ключ, который у меня уже есть ключик. Этот ключ открывает все каменные стены. В игре там, по-моему, еще где-то была каменная стена. Потом посмотрим, я вспомнил, да, еще где-то была стена. А, да, замок Дранглика. Открываем, что у нас здесь? Кольцо гигантов, окаменелое. О, окаменевшая кость дракона. Как раз она мне нужна, для нашего меча нам нужна окаменевшая кость дракона. Много надо. Теперь сюда бы нам прыгнуть и не упасть. Так, талисман. Теперь обратно. Отлично. Ну и все. Здесь мы свои дела сделали. Возвращаемся обратно через этот путь. А, так они еще эти фигнишки поставили. Неплохо. Возвращаемся обратно. И сейчас мы, короче, используем этот ключ, чтобы открыть каменную стену. каменную дверь. Вот туда вот нам надо. Ой, как больно, ой, больно как. Ну все, короче, я сдох. Да, 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 молодец. Видите, 58 замедлений всяких разных. Давай, живи, детка. Я не могу пройти. Можно я пройду, дяденька? Так, нам нужно осторожненько сюда вот прыгнуть. Вот сюда. Все. Потом эта каменная стенка, она будет... Не стенка, блин, дверь. Каменная дверь, она будет закрыта, да? И мы ее открываем с помощью этого ключа, который мы взяли у гигантов. И встречаем мужика этого третий раз. И вот потом он нас приглашает в каменант. Потом еще, скорее всего, как мне кажется, можно вступить в каменант просто тупо, если у вас высокие, там, показатели чудес, там, интеллекта, веры и так далее. Ну, короче говоря, веры и интеллекта. Здесь, видите, здесь нету костра. Вот это плохо. Так вот, все, я вступил в каменант. Потом я покажу, какую еще дверь надо открывать, чтобы получить доспехи самые сильные по физзащите. Теперь, смотрите. Какая задача моя в этом каменанте? Нам нужно входить в эти алтари, да, и драться там с другими фантомами. При этом я знаю, что если мы убьем во всех трех... Так, а я во всех... Где я был-то, блин, я не помню. Если мы убьем во всех трех алтарях, да, то есть, это, зажжем там чаши, будет босс. Я читал, что это один из самых сильных боссов в игре. Поэтому давайте мы это и сделаем. Ну, одна проблема, что я не помню, блин, в каком порядке я это делал. Ну, давайте здесь попробуем сделать. Во. Блин. В принципе, видите, у него можно, короче, купить... Во-первых... А, да! У него можно купить уголь вражды. И фигурки человеческие. Знаете, какой еще огромный плюс? Кроме того, что вы получаете нормально так душ, за то, что вы там деретесь... Это самое лучшее место для фарма уголь вражды. Я за один заход на фарме 3-4 угля вражды, прикиньте. Так, даем человеческую фигурку, он открывает эту фигню. Да, 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 давай. Так, еще пройдем все три алтаря. Да, да, я понял, он ничего интересного не скажет. Ага. У меня очень мало фляги, конечно. Да, очень мало. Давайте сделаем так и вот так. Все, let's go. В этом выпуске мы пройдем все три алтаря. Я надеюсь, что мы пройдем, да? Я, по-моему, здесь как раз и был. Наверное, да. Я здесь вступил, наверное, сразу пошел в алтарь. Видите, что интересно, что здесь фантомы тоже такие хорошие. То есть сильные, видите, у них раскачка хорошая. Потом у них хорошие итемы. Вот, вы видите, нехило так пробило, да? То есть он с одного удара пробил мне примерно 1000 хп. Ах ты, мразь. Опа, опа, опа. Кстати, вот у него, по-моему, демонический как раз молот. Их много. Их много. О, как больно-то. Видите, да? О чем я говорю. Не так все просто здесь. Просто я еще за этого не проходил с такой раскачкой. Поэтому это первый наш будет проход. Кстати, да. Ой, блин. Я забыл, там же еще маг больно бьет. Будет первый наш опыт. Блин, а. Ну, давай, выносливость. Не могу двигаться. Давай. Вот, вы видите, да? Я даже не могу подойти. Просто не могу подойти и ударить. Ну, ясно, короче. Ладно. Да, да, да. Нет, мы убьем в любом случае. Пускай стреляет. Пофиг вообще. Здесь самое сложное. Не надо хотя бы просто подойти. Опа. 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 Минусанули одно. Это уже хорошо. Так. Теперь нам нужно еще убить этого мага тупого. Сюда, иди, мразь. Опа. 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 Опять, не забывайте, да, что у нас магическое оружие, а у него может быть хорошее сопротивление магии. Вот это будет минус. Ну, опять же, я говорю, что мы, в первую очередь, будем экспериментировать. Если что, я потом в любой момент могу сменить на физ урон. Опа. По-моему, из него должен выпасть уголь вражды. Ну вот, наш первый уголь вражды. ХП у нас мало, ой, банки мало. Да и ХП, да и Егена, нифига нет. Ладно, возьмем эту фигнюшку. Все, убили троих. Чашку здесь я уже зажег. Здесь ничего нету у нас. Да, вот эту локацию я уже проходил. Надо будет нам идти в другую локацию. Вот, видите, там чашка. Ее нужно зажигать с помощью факела. И все, в принципе, да, по-моему. А, еще нет, еще заходик будет. Ну, давайте сделаем так. Пока я сейчас с магией не дружу, да, то есть я еще не раскачивался прям под нее. Я просто взял два заклинания ближайших. Опа. 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 Ну, у него, конечно, хорошее оружие. Вот такое вы увидите только вот именно в таком кабинанте. Чтобы с двумя такими булавами дрался, да. В ПВП такого, я думаю, точно не увидите. Ну, конечно, если ты меня ударишь, я попробую. О, видите, у него еще перевес. Так, ладно, сейчас надо осторожно его убить. Опа. А, опа. Все, все, минус за ну. Подруг одни моих суровых. Так, так, быстрее надо убить эту в первую очередь. Все, убили. Да, больно, 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 больно. Кому не больно? Были бы у меня хилки-то нормальные, а? Кстати, заметьте, да, я еще одел кольцо. Вот у меня красное говно на голове, да. Да, Господи Иисусе. Видите, к нему очень тяжело подойти. Просто тяжело. То есть это кольцо агрит на себя крипов. Я в первую очередь его использую, когда вот помогаю другим. Мне вот очень нравится. Какой-то геморройный, да, упырь. Опа. Опа. Кстати, это оружие, его нельзя смазывать заклинаниями. Типа волшебное оружие или огненное. Это вот, конечно, жалко, да. А был... Ну, это был бы такой, конечно, читерская тема вообще, прикиньте. Иметь такое оружие на магию, да, и при этом еще... А что ж ты не хочешь подыхать-то, идиота, кусок? Ты сдохнешь в любом случае. Давай мне уголь. Нет. Так вот, да. Значит, получается, что у них выпадает каждый раз рандомно. То есть уголь может выпасть, уголь может не выпасть. Сюда подняться я вроде не могу. Да, ну, не важно. Все, надоело, конечно, играть. Вау! Ну, вот так вот. Все, мы прошли первую локацию. Давайте мы попробуем пройти еще одну. Для этого, во-первых, мы вернемся домой с помощью косточки. Пойдем пройдем локацию в Дранглик. Там будет полегче, потому что у меня будет много зарядов фляги. Окей. Я просто хочу увидеть этого босса. Супер секретного босса. А, видите, еще какая-то фигня, да? Вот она, нижний уровень. Да, вот как раз мы костер зажгли. Там, получается, босс, по-моему, будет, когда мы на третьем ранге. То есть нужно будет два ранга прокачать. Давай, братюня. Давай, как раз у нас три человечности. То есть, видите, куда мы не придем, он везде, этот мужик находится. Ну что ж, вот с геоу. Мне интересно, там, наверное, локации будут разные или все те же самые? Эм, да, локации разные. А, здесь рада же у нас пропасть. Нас уже подготавливают к плохой игре. Офигеть, ну куда мы его не закинули? О! Кстати, заметьте, да? У него одно из лучших оружия. Молотов. Это кость дракона или зуб дракона. Блин, а. Да, да, да. Что-то пока не очень идет. Я просто не успеваю отрегениться. Да что ж такое-то? Остань от меня, дебил, кусок. Ну, здесь он такой непростой. А, как же больно-то. Как же больно мне, больно. Теперь мы будем сейчас драться. Давай, иди сюда. Гоу, ПВП. Опа. Это же я не могу его отталкивать. Во, пошло, пошло. Ах. Ты уничтожен. Так это было несложно. Блин, еще один. Смотрите. Ух ты, молодец. Так нехило пробивает. А я тебе сделаю вот так. О-о-о-о-о-о-о. А вот это реально вызов уже. Смотрите. Опа. 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 Кстати, у этого оружия, да, у него есть еще один вариант суператаки И еще, да, обычно такие палки, они ведут именно к ковшу Вот он, ковш наш Так, зажигаем, зажигаем, зажигаем Сейчас мы пройдем ковенан, да, полностью А потом будем дальше проходить Нам нужно еще там в Дрэнклинке убить еще одного босса Но мы его убьем без проблем вообще Без проблем, Вася Все, как бы здесь мы свою миссию выполнили Теперь нам нужно идти к выходу Выход где-то здесь, правильно я понимаю Но там, наверное, будет еще засада Так, как я понял, здесь плюшек никогда нету Это выход или это вход? Это я здесь и был, да? Вот сюда вот надо идти Черт, блин, я чуть не упал Ну ты тварь, ну ты тварь, конченая тварь На, на, мразь, на Че, неприятно, да? Ты хочешь, ты хочешь погибнуть, что ли? Реально, я чуть не упал в эту дуру Да-да-да-да-да-колебал ты уже меня Ты сдох, все, смирись Уголь вражды Я говорю, здесь чисто по ситуации Скорее всего, если вы оденете шмот для увеличения шанса найти предмет Уголь вражды будет выпадать больше Мне в первом авторе выпал, по-моему, 4 раза даже 4 подряд раза Но мы уже все равно не будем его фармить Воу, мне его хватает вот так просто Уже много Тем более, если он нужен будет, теперь мы знаем, куда идти Так, хорошо И последнее место осталось Сейчас у меня, по-моему, первый ранг Смотрите, когда вы вступаете в комбинант Он сразу же говорит, типа, иди в этот алтарь Вы идете в этот алтарь И проходите самое первое испытание И вам дают за это первый ранг Второй ранг, скорее всего, будет Когда я три алтаря закончу А, уже третий ранг Когда мы убьем, скорее всего, босса Я вот не знаю Я этого босса даже еще не видел Сейчас мы бежим опять в это место Мы не будем убивать Но опять же, про кольцо еще раз Которое вот красное говно светится Его, конечно, не обязательно носить Потому что он нужен, в первую очередь, мне для помощи другим Я уже сказал Да, но все равно Я уже его одел и ношу Какая разница Так вот На вас агрятся крипы Боссы Ну, я уже, в принципе, все говорил Здесь ничего нового больше нету Это кольцо можно, в принципе, сейчас снять А, кстати, я еще Про кольцо жизни Смотрите, я еще нашел способ, как его обузить Помните, бухта заброшенная Безлюдная пристань, по-моему, так называется Безлюдная пристань, где я два раза убивал числового А я вообще подумал тогда Вот, где же я брал эти кольца Испомнил Первое кольцо мы взяли в этой пристани А где мы его взяли? На трупе А что это значит? При каждом сжигании угля Вражды Труп будет обновляться Вот и все То есть я два раза это кольцо взял с одного трупа Который, помните, за двумя шкафами То есть если я еще раз сожгу два раза Или три раза уголь вражды Я могу еще три кольца таких взять И у меня будет, сколько там Ну, пять-шесть колец защиты жизни Вот такие вот пироги Давай, братюня Кстати, эту человечность еще можно купить По-моему, у кошки По-моему, можно А, нет, ее можно купить у старухи Да-да, я понял Давай, пока, мужик Пока Это за это кольцо уберем, наверное И поставим, например, что-нибудь Из этого Кстати, вот кольцо их не обязательно носить Если вы будете его носить Он увеличивает, по-моему, силу порчи Ну что ж, визгел Визгел, визгел Посредний типок Темная бездна Беллого О, Беллого, помните, когда мы находили Ветка Беллого Вот мы уже видим Какого-то стреляет Что-то мне это не очень нравится Запрыгать не надо Ну, что здесь пишут Сильный враг Ну, здесь все сильные враги Открою секрет Так, самое главное Надо смотреть, куда мы можем побежать Давай, братьюня По одному Блин, идите в жопу Чё у вас столько много? Пускай они подходят сюда Слушай, видите, я могу упасть. Очень опасно. Блин, пропустил. Да что ж такое? Он меня не отпускает даже, мразь. Да чертая тварь. Я не могу его ударить. На, мразь. На. Нет, 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 нет. Тяжело, тяжело, тяжело. Не люблю таких мудаков, которые просто захватывают вас и все, и пробивают. Ну видите, да, я даже не могу вообще пить делать первый удар. Ну ты тварь конченная. Ты же нулевая чмо. Ты просто нулевая. Ну да потому, что у него такое оружие, видите. У него кинжалы, по-моему. Да, кинжалы. Уголь вражды. Спасибо, братьюня, за уголь вражды. А я выпью вкусняшку. Опа. 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 У меня еще никто ни разу не попадал из лука. Никто ни разу за всю игру. А если так я сделаю? На, мразь. На. Ну-ка. Падай. Вот такие вот пироги. У меня не простое оружие. У меня супер оружие. Супер мен. Ху-на-на. На. 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 Блин. Уж опять чуть я не упал. Как я ненавижу эту игру за эти ямы. Вы бы знали. Я уже просто не могу. Меня аж дыхание захватывает. Второй раз мы проходим в пещеру. Я опять чуть не падаю случайно. То есть я смотрю туда вперед, да. А не вниз. Скорее всего потом мы сейчас когда выйдем. Мы придем к старику. Он скажет. О, ты многое сделал. Так, подождите. Вот так. Ну что же здесь плюшек нету? Ну дайте плюшку. Хотя бы уголь вражды это уже плюс. Реально. С ним можно будет так хорошо бузить. Хотя у нас уже все и так лучшее. Я вообще без понятия куда это чудо меня ведет. А, так еще игра-то не закончилась. Да. Давай, мразь, иди. Я вообще терпеть не могу. Вот опять, смотрите, видите, он меня захватил. А если я захвачу, тебе будут больнее, понимаешь? А, моя выносливость. Выносливость. Дай мне выносливости. На, на. Уголь вражды? Уголь вражды. Ну, я думаю, уже понятно, что из них выпадает только уголь вражды. Да, все отлично. Ух ты! Блин, а! Как-то это что-то резко, блин. А я реально что-то этого не ожидал. Только делись одна, не нужно никого призывать. О, принял, молодец. Да иди в попу от меня. Как я долго хилиюсь. Как долго хилиюсь. Ах ты, тварь. Короче говоря, не важно, в каком порядке мы, скорее всего, проходим, да? Ну, ладно, если вот так. О! Стоп, стоп, стоп! Я не хочу погибать. Не в этот день. Фух, не готовился к этому боссу. Вообще не готовился. Нужно какое-нибудь заклияние придумать хорошее. А если мы будем рядом с ней держаться постоянно? Ах! Ой, как больно-то, а! Вот она ты, да? Ты зря тратишь души. Ммм, как хорошо-то пробило. Ой, как хорошо. Не, все, труп, да. Ну, что поделать? Не было хилочки. Кто знал, кто знал. Фух, непростой, конечно, босс. Непростой. Где я, естественно, окажусь? Ээээ, далеко. Так, лучше я, наверное, пробую еще раз убить. Но нужно придумать какой-нибудь способ хороший. Это заклияние, в принципе, она бесполезная, да? А, смотрите, она бьет меня этой чушью. То есть она бьет меня в основном магией, да? В основном магией тьмы. А, сейчас я подумаю. В принципе, есть заклинание, но оно относится к чудесам, да? Я не смогу его использовать, скорее всего. Сейчас подумаю. Короче, есть заклинание, да? Которое увеличивает иммунитет к магии и так далее. Надо будет его использовать. Сейчас придумаю. А, так, ладно. Оставим, короче, этого босса на потом. Пойдем на другого босса. Потому что, видите, я хочу посох, да? Который очень сильно будет нам помогать. С вашего стола. У нас будет дамаг, ну, 500-600 это минимум. Но он будет, как бы, не скоро. Поэтому гораздо будет выгоднее нам пройти дальше уже. То есть мы сейчас пойдем дальше. Там будут новые локации. Там будет один из хороших посохов. Мы будем пользоваться им некоторое время. А потом я уже перейду на который самый крутой. Так, возьмем эти заклинания. Подчинь, кстати, хорошее заклинание. Никогда его не использовал. Но я знаю, что он чинит оружие. Так, в последнем выпуске, да? В прошлом мы были наверху и взяли ключ. Теперь давайте попробуем убить босса. Kill, 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 босс. Kill, 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 босс. Босс неприятный. Неприятный босс. Не уважаю босса. Опа, опа, опа. А дальше что? А дальше у меня перезарядка. Опа. Ну и все, смотрите. Подошел, порубил. Просто как профессионал. Ну ладно. Пока рано радоваться. Реально я хочу купить, опять же, самый сильный посох, чтобы у нас именно шел дамаг. То есть там тоже будет эска, да? Там будет такое скалирование будет идти. Сама связь жизни. Кстати, я случайно с оружия снял баф, да? Я пробовал другие варианты. Так что это вот плохо. Пробовал перейти на чары, на физурон. Но там такая разница становится ужасно. Фу. Там он будет бить по 380 примерно, да? Хотя сейчас он у меня бьет там сколько? Сейчас он бьет 430. Нет, там будет даже не 380, там по-моему 320 было. Я просто скалировал. А, да, у меня сейчас маленькая атака, видите, потому что я оружие не зачаровал. Блин, ну ладно. Я потом найду. Для этого нужен камень. У меня этого камня нету, к сожалению. О, молодец. Да, вовремя. Красавчик, все сказать. Надо качать адаптацию и ученость, потому что очень медленно я все делаю. Тяжело, мне кажется, я буду его убить. Видите, я даже не могу его ударить из этого сраного щита. Вот. Вот. Угу. Только 2 удара. Самое главное... Вот очень сильно мешает его щит. Очень сильно. Молодец. Красавчик. Ты заслуживаешь премию. Вот, опять же, я все идеально быстро сделал. Идеальный прыжок. Блин, не могу просто начать его бить уже. Вот сейчас он скинет меня, смотрите. Молодец. Но у меня реакция от бога. Ну, видите, здесь у меня адаптация просто плохо прокачана. Блин, он уже призывает свою шестерку. Это плохо. Так, это будет удар мой? Нет, мне повезло. У нас, блин, даже нету ненормального заклинания. Одни шарики обоссанные. Молодец. Да, чувствую, с первого раза я его не убью. Потому что просто я даже не могу к нему подойти. Да. Молодец. Давай, то же самое, давай. Молодец. Реакция у меня от бога. Профессиональная реакция. Какая-то меня достала, мразь. Вот видите, я ударяю все время по щиту. Кстати, подождите, там же бот был. Почему я бота-то не вызвал? Ну, там было бота, конечно, вызвать. Неплохо ударил, неплохо. Он не сложный, это не сложный босс. Просто я не могу сейчас к нему подход найти. Не могу, видите. Я бью и по щиту. По щиту бью, да. Опять давай по щиту. Молодец. И чё? Давай молнию свою сраную. Поэтому с ботом, конечно, удобнее его убивать. С ботом, да, он хотя бы поворачивается. А сейчас он даже не поворачивается. Вот, всё. Опять начал шестерку призывать. Ну, пускай призывает, всё же. На. На. О, как хорошо пробило. Будем в него стрелять. Молодец. Так, осторожно, прыжок. О, всё. Ну-ка. Поиграем. Как тебе такая игра? Ой, мимо. Почти, братюня. Да, попадёт сейчас. Молодец. Молодец. Нехило. Видно, что он играл в эту игру. Вот адаптацию надо качать обязательно. Видите, очень плохо у меня всё с ней. Я потратил очки на другое. Адаптация. Девять и двенадцатая. Лови плюху. Кстати, возьмите на заметку, когда мы делаем любым оружием суперудар, да, суператака, то у него прочность очень быстро теряется. Поэтому надо использовать широкое кольцо прочности. Это фигня, короче. Что ж ты такой злюка-то, а? Ммм, больно? Ой, опять. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж ты такой неугомонный? Молодец, попал, да. Да, премию выпишу тебе. Хорошая работа. О, всё, старая тема. Опа, опа, опа. На. Так, теперь нужно сделать нам следующее. Я ещё ни разу заклинания это не делал. Я не знаю, как оно будет долго делаться. Надо посмотреть. Блин, стоп, стоп, не то, не то, не то, не то, не то, не то. О, молодец. Премию выпишу, молодец. О, красавчик, да. Ой, 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 красавчик вам все, Ося. Ну иди сюда, что, давай поделёмся. Молодец, да. Хилок у нас всё меньше и меньше. Хилок всё меньше и меньше у нас. Да. Ну, реакция, видите, божественная у меня. Давайте убьём эту мразь. Ха. На. 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 Тварь тупая. Да в жизни ты меня не победишь, потому что я бессмертный. 15 поколений. 15 поколений бессмертия. А. У меня много хп, так что мне классно тебя. Кстати, уворачиваться легко, я уже привык, да. Уворачиваюсь, знаете, когда он молнией бьёт, вы слышите именно звук этот. Да ты уже всё, сдохла, ну лёгко. Бесполезный кусок. Железо просто. Тьфу на тебя, псина. Это было не то, что прям легко, я бы сказал, да. Конечно, шансы выжив... Нет, скажи по-другому. Шансы умереть, их было мало. То есть я выживал, в принципе, достойно. Хотя надо было призвать бота по сценарию, я это забыл сделать. Ну ладно, что ж поделать. Видите, мужик всё провалился туда, сквозь эту фигню. Такое тоже бывает. Тебя поглощает реальность, и ты проваливаешь её сквозь пол. Хорошо, мы убили ещё одного босса. Как обычно, в каждом выпуске. Вот, уголь вражды, три штуки, кварцевое кольцо мага, снаряд души. Они не просто так дали кольцо мага, заметьте. Потому что это следующая локация, да? Она очень геморройная. И там будет много магов. Такая маленькая проблемка. И поэтому мы, наверное, попробуем тогда сделать так. У меня починка есть. Кстати, хорошее заклинание, мне нравится починка. Оденем давайте кварцевое кольцо антимага. Вот, аж сразу второй левел. Блин, мне надо привыкнуть бить мечом и юзать заклинание. А, вот же как она выглядит. А я один раз видел, так же пацаны использовал. Я думаю, что это за заклинание такое? А тебе это понятно. Не, уматно, да? Починка это уматно. Уматно. Ну всё. Сейчас мы будем с вами прощаться. И следующий выпуск, да? Кстати, да. Сейчас, короче, я тогда как сделаю? Сейчас мы найдём костёр. Там два шага идти. Я сам схожу, убью пару колдунов. Но это никак не повлияет на прохождение. Потому что нам в любом случае надо проходить это. И у этих колдунов выпадет посох. И я временно буду использовать ихний посох. Так, подождите, блин. Далеко идти до колдунов-то, а? Далеко. Ну ладно, сбегаю. Потому что нам нужно заменить посох. Это, конечно, не делать. Дамага нулевая. Тем более здесь Сэшка. Там хотя бы будет Эска, по-моему. Да, Эска. То есть колдирование будет просто 500 тысяч в секунду. Но это не самый лучший посох. Самый лучший мы найдём позже. Ой, я чуть не упал, не сдох. Всё. Зажигаем костёрчик. Всё. Самое главное, мы в этом выпуске, да? Вот вы увидели преображение. Новый меч. Потом мы прошли ковенант. Практически прошли. То есть у меня уже второй ранг. Осталось последнего убить босса, да? Хороший комбинат мне понравился. Я вам показал самое важное, как фармить угли вражды. Угли вражды. 11 штук. Не забывайте, с помощью угля вражды вы можете обнулять локации. То есть усиливать, да? На НГ плюс. И заново фармить вещи. То есть собирать обломки и так далее. Опять же, кольцо защиты можете фармить бесконечно практически. Ну вот так вот. Следующая локация... Ой, в следующем выпуске, да? Мы пойдем дальше по этой прямой. Туда пойдем. И скорее всего мы дойдем до босса. Ну мы точно дойдем до босса. Босс будет очень сложный. Я не знаю, смогу ли я его убить. Хотя бы нужно будет посох подобрать, прокачать, чтобы у меня были заклинания. И потихонечку буду прокачивать ученость. Чтобы добавлялись ячейки. Потому что я не хочу использовать кольца для этого. Мы же все-таки маг, не забывайте. У нас интеллект 50 тысяч! По идее на 20 левеле учености у нас будут 4 ячейки. Это уже вот так вот. По мне хватит. У нас сейчас хорошее заклинание, да? Ну, оно в первую очередь нужно для дефа, когда вот на нас нападают. Тем более лучше потом подобрать будут кристальные шарики. Они гораздо сильнее бьют. Кстати, а починка, интересно, она от чего зависит? Надо будет прочитать. То есть, она или фиксирована, чинит, да? Или тоже там от силы починки. Она чинит, видите, не полностью оружие, заметьте. У нас чинит 1 третью. Ну ладно, в любом случае, давайте до следующего выпуска. Мы уже скоро пройдем игру. Ой, немного не то, подождите. Все, всем пока!